Приветствую вас, друзья! Сегодня мы решили навестить один из наших проектов. Это 96-й детский сад, консультационный центр. Напомню вам, что консультационный центр открывался для того, чтобы люди, не посещающие детское дошкольное учреждение, могли получать услуги в том же объеме. Грубо говоря, если вы принципиально хотите ходить в детский сад, то вы можете получать часть услуг и специалистов, которые находятся в этом детском саду. Также здесь можно воспользоваться услугами психолога для детей, для взрослых, либо психология как раз-таки семейная и плюс развивающие занятия. Напомню, что прошло полгода, центр этот функционирует. Посмотрим, в каком состоянии, потому что витают такие мысли, что со временем все портится. То есть, какой бы мы красивый декор не делали, чем красивее, тем хуже. Вот мы и проверим, действительно ли это так. Пойдемте посмотрим. Здесь у нас входная группа, мы зашли с улицы с вами. Здесь на этой лавочке ожидают родители своих детей. И дети, которые только подошли, имеют возможность позаниматься слегкой. То есть, либо построить по инструкции, либо покатать вот такие штуки. То есть, поскольку дети у нас разного возраста, каждый найдет, чем ему заняться. Соответственно, у нас обязательно должен быть туалет. Туалет непростой, он для людей с ограниченными возможностями тоже подходит. Яркий, красивый, ну что еще сказать, просторный. И, собственно, группа, где мы можем оставить вещи. Видите, что мебель выгнана в ярких цветах, но тоже с соблюдением. Точнее, мы старались, чтобы качество в натуральных материалах сохранялось. То есть, такое помещение, оно было доброе, не сильно вырвели глаз, но в то же время привлекало внимание. Также у нас здесь поселился вот такой лось интересный. Давайте мы сейчас с вами пройдем в сам консультационный центр. Собственно, ради чего это все и затеялось. Добро пожаловать. Опущу вас вперед. Хотел вам напомнить, что это пространство универсальное. Здесь различные специалисты могут работать с детьми, в зависимости от того, к кому вы обратитесь. Поэтому мы старались предусмотреть все. Мебель, она сделана таким образом, чтобы соединяться и в группы, и самостоятельно быть. Регулируемые ножки, регулируемые основания у стульев. Соответственно, каждый ребенок любого возраста будет себя здесь чувствовать комфортно. На полу у нас ковер для того, чтобы дети занимались подвижными играми без столов и стульев. Да, и не получили травмы. Также для физических активностей у нас есть шведская стенка. Для того, чтобы все в целом смотрелось ярко, сочно, красиво и мотивировало детей посещать именно этот центр, мы сделали роспись на стенах и посадили настоящее дерево. Вот такое. В зависимости от времени года у нас могут меняться листики. И это тоже такое интересное и увлекательное занятие с детьми. Хотел вам показать работу наших детей, которые посещают консультационный центр. Я уже говорю, наших детей, потому что когда наш проект, дети тоже становятся нашими. Можно заниматься развитием художественных навыков. Также для психологов у нас есть вот такие песочницы. Они универсальны. То есть юнгианская песочница, песочница с подсветкой для проведения занятий, различные инструменты, аксессуары, которыми мы можем пользоваться. То есть обязательно мы понимаем, что одно дело, когда много оборудования, другое дело, что это оборудование нужно размещать. Поэтому системы хранения удобные. Все у нас в контейнерах, у всего есть свое место. Здесь у нас находится прозрачный мольберг. На нем также проводятся занятия и психологические, и общеразвивающие. Такие интересные вещи. Внизу вы видите балансир. Вы знаете, что развитие мозжечка очень полезно. Это уже нейропсихология. Мы можем выполнять различные занятия разной степени сложности. Также балансир у нас находится вот здесь. Это у нас уже балансир, арку сидят. Дети с радостью посещают занятия, как нам рассказывал педагог. Здесь, опять же, система хранения. Яркие, красивые, удобные. И самое что важное, они прочные. То есть педагог постоянно может пользоваться, вынимать, вставлять контейнеры, и ничего с ними не произойдет. Это было важно. У нас самые приоритеты в лаборатории игровых технологий, это делать мебель, которая будет функциональной, то есть которая будет приносить пользу. Также видите, игры, которыми мы наполняли, это натуральный материал, и ключная работа. Если игры красивые, то ты с ними захочешь заниматься. То есть это мотивация. Ну, плюс мы понимаем, что есть некоторые вещи, которые должны быть практичны. Например, вот такие кубики, которые без проблем, они универсальны. Это и счетный материал, и конструктор, и подход для развития математических навыков. Собственно, их очень удобно и легко. Большие конструкторы, точнее, конструкторы маленькие, но подходят для занятий с подгруппой. Здесь у нас, опять же, вы видите, для работы психолога, мечи эмоций, да, и прочие-прочие игры, которых тут миллион. Вот такой учебный центр у нас получился. Это консультационный центр в 96-м детском саду. И хотел обратить внимание, что все, как было, крепко, так и стоит. Ничего у нас не испортилось, все только дополняется, обживается и, собственно, радует педагогов. Но радует ли? Об этом мы сейчас поговорим чуть позже, но дело, когда здесь я встаю, и я заинтересованное лицо, которое может расхваливать свою работу бесконечно, а другое дело, когда мы зададим вопрос педагогу и узнаем, какого мнения он об этом консультационном центре. Давайте сделаем. Итак, друзья, любые слова требуют подтверждения, поэтому мы пригласили педагога-психолога Фиру от 96-й детский сад. Напомню вам, педагог-психолог в консультационном центре, а вы работаете уже полгода. И хотел вам задать вопрос, насколько вот это пространство, которое мы построили, оно, во-первых, отличается от того, что сейчас в 96-м саду. Я знаю, что у вас ремонты идут постоянно, то есть вы достаточно передовойся. И второе, насколько именно оно удобно, с точки зрения, как педагог-психолог пришел позаниматься с детьми. Конституционный центр, во-первых, он многофункциональный. Можно использовать и коврик отдельно заниматься, например, нейропсихологией, дыхательной гимнастикой. Можно садиться за стол и спокойно заниматься, ну, минимум 8 человек. Также у нас есть несколько видов песочницы. Это классическая песочница и светодиодная. А также мы можем использовать генетический песок в работе. Очень здорово использовать в работе вот этот прозрачный мольбет для детей как раз-таки особенных. Вообще, любые дети, которые сюда заходят, у них вызывают огромный восторг, потому что это очень красиво. У нас здесь и зима, и осень, и светлое пространство. Также очень много игрушек, но при этом они спрятаны. Таким образом у детей не рассеивается внимание. Родители, когда заходят в этот центр, они увидят новизну, актуальность и всех этих развивающих игрушек, которым наполнен этот конституционный центр. Фиро, подскажите, пожалуйста, я знаю, что этот центр открывался в основном под детей с ограниченными возможностями. Но по факту, скорее всего, здесь бывают и дети УВЗ, и стандарт, норма, которую называют. Насколько большая разница с занятиями с одними и с другими детьми? Нужны ли какие-то специализированные инструменты? Я это задаю по одной простой причине. Если у меня случилось так, что у меня есть ребенок УВЗ, нужны ли мне какие-то специальные игры для того, чтобы проводить занятия на достойном уровне? Безусловно, дети с ограниченными возможностями здоровья, они требуют большего внимания, больше знаний и необходимых, я не знаю, каких-то внутренних навыков и ресурсов. Потому что они немножко отличаются от обычных детей только тем, что они требуют то внимание, которое им необходимо. Правильно ли я понимаю, что родитель, который желает сам участвовать в развитии своего ребенка, если он у него УВЗ, должен пройти некие курсы для того, чтобы правильно в нужной форме предоставить ему возможность развиваться, то есть поиграть играми с учетом его специфики? Да, все верно. Мы можем оказать некую помощь, подсказку для родителей, и мы даем эти рекомендации, эти навыки, которыми они уходят, которые они могут воспользоваться этими навыками уже дома. Получается, плюс этого центра в том, что ребенок занимается не только один с педагогом, а занимается еще совместно с родителями. Они заходят внутрь, они видят, как занимается педагог, они берут некие навыки, которые они уже дома используют. То есть у нас идет такая работа и педагогам, и с родителями, еще и дома они закрепляют этот материал. Отлично. Если я правильно понял, то во время занятий допустимо присутствие родителя. Да. Чаще всего обращаются родители детей раннего возраста, а именно от 10 месяцев до 2,5. Это основная масса родителей, потому что сейчас современные родители заинтересованы в качественном развитии и воспитании собственного ребенка. А вы как психолог, как относитесь к этому? Вот мне кажется, что дети этой возрастной группы больше времени должны проводить с родителями. Вообще в моем понимании, что нечего до 2 лет вообще выходить из дома, кроме как посещать больницы, детские площадки. Ну, то есть не перегрузим ли мы детей этими занятиями? Смотрите, мы, во-первых, родители сюда приходят именно за консультацией. Если мы видим, что ребенку необходимо некое дополнительное занятие, естественно, мы можем предложить эти занятия. Родители могут вправе отказаться от этих занятий. Но, как в практике показать, родители получают консультацию, некоторую брошюру, с помощью которого они могут уже дома правильно развивать, в правильном направлении. Мы, то есть, даем тот вектор для правильного воспитания, потому что сейчас очень много информации, особенно сейчас современные родители, они любители интернета, советов. Они туда заходят, начитают со всего и паники прибегают в центр спросить, а нормально ли развивается наш ребенок, в норме ли он? И, конечно, мы уже даем наше экспертное мнение, больше мы успокаиваем родителей, потому что нашим родителям нужны тоже некоторые советы. Понятно. Получается достаточно простая система. Родители ОВЗ могут приводить сюда детей, смотреть несколько занятий и дальше уже самостоятельно с вашей консультацией, с той полученной информацией, которую они взяли здесь, собственно, развивать своего ребенка. Если они где-то сталкиваются с трудностью, то они могут прийти снова и, собственно, получить консультацию вновь. А те родители, которые в панике, они как в больницу могут позвонить вам, прийти и, опять же, попросить посмотреть своего ребенка, правильно ли он развивается, нет ли каких-то отклонений. В большинстве случаев, я так понимаю, их нет. И также получить консультацию о том, как правильно развивать навыки ребенка, какие игры для этого приобрести, либо всецело отдать ребенка на развитие вам. Все верно. При этом не обязательно, чтобы они посещали детское и дошкольное учреждение. Все верно, да, да, да. Отлично. Очень здорово. Итак, друзья, мы поговорили с Фирой, вы получили информацию о том, как работает этот консультационный центр. Напомню, что это 96-й детский сад. А Фира у нас педагог-психолог. Реально преподающий. Поэтому, если есть какие-то вопросы, то обращайтесь. Собственно, вы знаете, от кого получите консультацию. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное, друзья, за внимание к нашему каналу. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите их в комментарии. Можете задать вопрос в Фире. Я обязательно передам и, собственно, напишу ответ. Те, кто ставят пальцы вверх, вы отличные люди. Так держать. Кто этого не делает, обязательно поставьте нам. Важно ваше мнение. Также не забывайте нажимать колокольчик, чтобы оставаться в курсе последних событий. С вами был Александр Эфира, консультационный центр 96-го детского сада. Пока.